Здравствуйте! Сегодня мы поговорим об Англии, о ее многочисленных правителях, войнах и первом в мире парламенте. В 793 году отряды викингов высадились на побережье Британии. Они разрушали церкви, грабили деревни, наводили ужас на население прибрежных областей Британии. Позже, в IX веке, норманы основывают на британских островах свои королевства. Объединить народ и дать отпор получается у английского короля Альфреда, но ненадолго. В 1066 году на юге Англии высадились норманцы, потомки викингов, основавших герцогство на севере Франции. Герцог нормандии Вильгельм 14 октября 1066 года разгромил войско англосаксов в битве при Гастингсе. Он стал новым королем Англии, Вильгельмом-завоевателем, и правил с 1066 по 1087 год. Новый король привнес в страду новые порядки. При дворе короля все должны были говорить на французском, носить французскую одежду и соблюдать французские традиции. По приказу короля была проведена большая перепись. Было подсчитано, сколько в Англии крестьян и горожан, и чем они владеют, сколько налогов могут платить. Люди, рассказывающие о своем имуществе, должны были говорить только правду, как на страшном суде. Сведения об имуществе были записаны в специальной книге, книге страшного суда. С середины XII века в Англии правила династия Плантагенета. Ее первый правитель, Генрих II, значительно усилил королевскую власть. Он ввел налог, который брал со своих вассалов вместо военной службы. На эти деньги он создал постоянную армию. Король провел судебную реформу. Теперь в суд мог обратиться любой человек, хотя и за определенную плату. Решение в суде выносили 12 достойных и честных людей, которые давали клятву судить справедливо. Такой суд стал называться судом присяжных. Генрих управлял не только Англией, но и большими землями во Франции благодаря династическому браку. Главным его соперником в борьбе за французские земли был король Франции Филипп II. Между Англией и Францией разгорелась длительная война, которую продолжили сыновья Генриха Ричард I Львиное Сердце и Иоанн Безземельный. В результате войны Плантагенеты потеряли почти все земли во Франции. Военные неудачи подорвали веру в короля и вызвали мятеж баронов, рыцарей и горожан. Мятеж вынудил короля Иоанна Безземельного в 1215 году подписать Великую Хартию Вольностей. Договор, по которому налоги могли удерживаться только с согласия Общего Совета Королевства. Также король не мог арестовать свободного человека, посадить в тюрьму или лишить имущество. Великая Хартия Вольностей ограничила королевскую власть в Англии. После принятия Великой Хартии Вольностей, в случае ее несоблюдения, бароны могли объявить войну королю. Во второй половине XIII века вспыхнул мятеж против короля. Войско короля было разбито, а сам король попал в плен. Для управления страной было создано собрание – парламент. В него были приглашены представители разных городов и разных сословий, поэтому его можно было дозвать сословно-представительным органом. Парламенты стали регулярно созываться королями. Парламент участвовал в приятии законов и установлении налогов. Парламент делился на две палаты – палата лордов, бароны и церковные феодалы, и палата общин – рыцари и горожане. Англия стала сословно-представительной монархией. Вместе с королем парламент, представлявший разные сословия, решал важные вопросы. В 1381 году в Англии вспыхнуло восстание крестьян. Поводом к нему послужил новый налог, введенный для продолжения войны с Францией. Восставшие убили сборщиков налогов. Руководителем восстания стал деревенский кровельщик Фуот Тайлер. Большое влияние на восставших оказали бедные священники, которые выступали против церковного землевладения и дорогостоящего богослужения. Вооружившись подручными средствами, восставшие двинулись на Лондон. Они даже добились встречи с королем Ричардом II. Основным требованием восставших была обмена личной зависимости и барыщины. Однако во время очередных переговоров с королем Уот Тайлер был убит. Лишившись лидера, восстание начало сходить на нет. Королевские войска смогли вытеснить восставших из Лондона. Начались жестокие расправы над участниками восстания. После подавления восстания была восстановлена прежняя система управления землей. Все ранее подписанные королем договоренности были отменены. Но решения о новых налогах некоторое время не принимались. Не имея возможности проводить новые сборы, правительство было вынуждено пересмотреть свою внешнюю политику. После Столетней войны в Англии начались междоусобные войны между двумя ветвями Ронта Балантогенетов Ланкастерами и Йорками. Они получили название «Война Алой и Белой Розы». Борьба велась крайне жестокими методами. Многие представители знаки пали в боях. В 1483 году королем стал Ричард Третий из династии Йорков. Но один из потомков Ланкастеров, Генрих Тюдор, бежал на континент и собрал там войско, с которым высадился в Англии. В бою погиб Ричард Третий, а корона досталась Генриху Седьмому Тюдору. Чтобы окончательно прекратить войну, новый король взял в жены представительницу Йоркской династии, тем самым объединив Алую и Белую Розы. После войны король созвал парламент, в котором из лордов осталось меньше половины. Остальные погибли во время войны. Новые лорды были готовы во всем поддерживать короля и не стремились к принятию самостоятельных решений. Ребята, дома я предлагаю вам написать историю от лица коренного жителя Англии, который защищал свою страну во время набегов Нормана.